МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И отказывались от горячительных напитков. 128 лет прошло, но проблемы никуда не делось. Увеличилось ли количество алкоголиков после карантина? Как бороться с зависимостью и когда бить тревогу? Будем разбираться с нашими экспертами. Давайте начинать. Несмотря на тренд на здоровый образ жизни, который набирает обороты, проблема с алкоголизмом стоит острой. На эту тему есть неимоверное количество шуток, мемов, а как к настоящей болезни к пьянству относятся только те, чью жизнь спиртное разрушила, ну и, конечно, врачи-наркологи. Да, ну, предлагаю все это обсудить. И поприветствуем гостя нашей программы, врача-психиатра, нарколога высшей категории, заведующий диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксану Николаевну Канищеву. Оксана Николаевна, здравствуйте. 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 Ну и перед тем, как мы приступим к гиседе, предлагаю посмотреть материал, который подготовили наши коллеги. Они уточнили у горожан, пьют они спиртное или нет. Внимание на экран. Как часто жители города выпивают и по какому поводу? Я лично не пью. Вообще? Вообще не пью. Всю жизнь? Ну, лет сорок я не пью. Вообще. Не по праздникам, не в буднях. Я не знаю. Вы не пьете? Нет. Мы учимся в медицинском. Что? Учимся в медицинском. Учитесь в медицинском? Да. Даже спиртик ни разу? Нет. Нет. Вообще? Вообще. По какому поводу? И по поводу бывает. Бывает без повода? А по всякому бывает. И без повода выпивают. Народ же. А вы? Я завязал. Зависит все от праздников, как говорится. По праздникам только. Да, можно сказать. Потому что в основное время работаю. Иногда бывает. По праздникам? По праздникам, по выходным. Выпиваю часто без повода. Часто без повода? А вы? Я не. Ну так могу пить, а выпить. По выходным? Да. Ну мы студенты как бы раз, наверное, в неделю. Раз в неделю? Ну было раньше. Сейчас раз в месяц, да. По редким праздникам. В мероприятии. День рождения, свадьба. А что у вас, бутылочки? В смысле? Вода? Вода. А может кто с какой-то крутой знаете, рассказали бы нам? Не пейте водку. Очень опасно для здоровья. Будем. Вы можете признаться, вас все равно никто не узнает. Я вообще не пью, у меня алкоголизм, аллергия. Глаза краснеют, сильно слезы. Ну на вас ни одной слезинки, так что вы точно трезвы. Да, совершенно трезвы. Не пейте, занимайтесь спортом. Ну что ж, Оксана Николаевна, скажите, как вам результаты опроса? Отражает ли статистику в Тюмени? Ну я думаю, даже. Даже если кто-то чуть-чуть слукавил, да, в принципе, тенденции, они такие и есть. Ну вообще, российские наркологи, они ведь заявили о росте алкоголизма на фоне пандемии, самоизоляции, всей этой истории. Как в Тюмени с этим обстоят дела? Ну я могу здесь сказать официальную статистику. Тут она нас радует в том плане, что мы вошли в десятку самых трезвых территорий этой расы. И у нас устойчивая тенденция к уменьшению количества лиц, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом зависимости от алкоголя. Пагубное употребление уменьшилось, количество смертельных отравлений алкоголем и вообще отравлений алкогольной продукции. То есть вот, ну если сориентироваться нам по итогам 2020 года и 2019, то нас практически на 500 человек стало меньше состоять на учёте. То есть там 4934 на сегодня, да? Ну хорошая, хорошая, да. Да, 5,5. А поменялся ли портрет человека с алкогольной зависимостью? Раньше это был вот человек из неблагополучной среды. И сейчас как? Я считаю, что у этого заболевания нет какого-то определённого типа, да, и вот чтобы можно было взять и портрет больного алкоголизма вывести. То есть среднестатистически нет. Почему? Потому что это заболевание, которое может возникнуть у человека, во-первых, в любой возрастной категории. То есть у нас есть и те, кто практически относится к, скажем, молодёжи, да, с 18 до 30-33 лет, да. Это есть те, кто в пожилом возрасте уже, кто начинает злопотреблять алкоголем после того, как выходит на пенсию. Ну и тоже, если говорить о социальном статусе, есть на самом деле люди без определённого места жительства, которые уже много-много лет не работают, не имеют жилья своего. А есть люди очень образованные, интеллигентные. А вот такое есть направление, да, алкоголизм выходного дня. Оно существует? Это у человека проблемы или ещё пока нет? Это всё-таки, можно сказать, у человека проблемы. Почему? Потому что в основном, когда речь идёт об регулярном употреблении алкоголя в выходные дни, и есть ещё определённые тенденции, ну, например, увеличивается доза алкоголя, то есть прежняя доза перестаёт удовлетворять, исчезает защитный рвотный рефлекс, то есть большая доза алкоголя принятая уже не вызывает, как это раньше было, да, значит, тошноты, рвоты и отращение к алкоголю, и вот этот зарок, который сами себе начинают давать, ой, никогда эту гадость больше пить не буду. И амнезии, которая появляется, значит, уже. Это я рассказываю первую стадию алкоголизма, то есть это уже заболевание. Это уже как бы. И характерно здесь, конечно, это влечение к алкоголю, который носит обсессивный характер, то есть навязчивые мысли. Ну, а чем отличается пьянство от алкоголизма? Есть ли вообще какая-то разница? Бытовое пьянство раньше – это вообще донозологическая форма была, как бы. Сейчас МКБ-10, международная квалификация, классификация, да, она не знает такого диагноза бытовое пьянство. А, в общем-то, раньше это рассматривали как человека, который просто пьет без каких-то особых социальных последствий дома, сам с собой, и, соответственно, нет у него проблем с законом. Вот в основном так. Ну, а как сейчас лечит алкоголизм? А человек должен признать, что он алкоголик? Или это происходит как-то принудительно? В каком это формате происходит? Ну, принудительного лечения вообще нет, и оно невозможно. Почему? Потому что, да, недобровольное лечение, опыт, как бы, прежних лет показывает. Оно всегда, да, оно неэффективно. То есть лечение только при наличии информированного добровольного согласия. А если у человека проблемы, но он, например, не признаёт их, что в таком случае делать? Чаще всего такое бывает, и на первой стадии, да, это характерно. Человек никогда не признает, что у него наличие зависимости от алкоголя. Он, как вот вы говорите, в выходной день, он плотно представляет себе отдых, снятие стресса, напряжение только алкоголем. И не согласен ни в коем случае на замену чем-то. И если не получается выпить, расслабиться, он будет испытывать вот этот внутренний стресс. Да, и никогда не признается, что у него влечение к алкоголю, и у него именно тяга к алкоголю, он будет думать, что родственники ему, так сказать, мешают расслабиться, что, значит, какие-то тут проблемы на него навалились ненужные, и всё это будет именно вызывать в нём какой-то внутренний стресс. А как это всё лечит? То есть у человека есть какие-то, не знаю, может быть, новые методы лечения, или как это всё происходит? Есть и новые методы, и старые методы, бывая достаточно эффективно. Речь идёт о том, что всё начинается именно с желания, мотивации жить в трезвости. То есть это самое важное. Осознать вообще проблемы. Осознать наличие проблемы, да, и захотеть жить в трезвости. И тут, опять же-таки, нет индивидуальных рецептов, методик и методов, которые были бы эффективны для всех. Очень индивидуально. Для кого-то, да, возможно, осознание и поход к врачу, проведение рациональной психотерапии, поддерживающие лечение, проведение запретительной методики кодирования, и это будет иметь очень хороший эффект. А для кого-то необходима длительная реабилитация, в том числе и в закрытых реабилитационных центрах. То есть изоляция всё-таки. И потом и помощь группы самопомощи, и поддержка, значит, товарищей по несчастью. И это всё на самом деле может длиться годами. То есть реабилитация может быть очень длительной. Ну а вот кодирование, как это вообще работает, насколько это эффективно? Один из самых на слуху, да, такой метод в лечении. Один из самых действенных, как раньше, по крайней мере, утверждали. Кодирование может быть очень эффективным методом. Повторяю, здесь зависит это от пациента во многом и от человека-профессионала, который проводит данную манипуляцию. Почему? Потому что, ну, недаром, как говорят, кодировщиков и их достаточно, да. А врачей, психиатров, наркологов, которые реально хотели бы помочь, могли бы это сделать? Их на самом деле я немного могу только посоветовать обращаться... Проверенным, да. Проверенным, да, специалистам. Ни в коем случае не соглашаться на какие-то непонятные, сомнительные процедуры чуть ли не на дому. Серьёзно, такое тоже есть? Да, даже об этом заявляют, кодируя на дому. Ну, по литохе, да, это же проблема, на самом деле. И есть достаточно, опять же, такие очень сомнительные фирмы, которые, не имея лицензии на данный вид деятельности, могут тоже проводить какие-то методики. Всё это, в принципе, может нанести серьёзный ущерб здоровью пациента. А иногда речь идёт о том, что проведение методики запретительное кодирование – это не вариант лечения для пациента. То есть ему нужна именно длительная реабилитация сначала, дезинтоксикация, потом медицинская реабилитация, потом социальная реабилитация. И, собственно говоря, только тогда можно будет ждать результата. А проведение методики, оно... Это бесплатно всё? Вот если, допустим, обратиться в диспансер, например, к врачу? Ну, лечение бесплатно по медицинскому полюсу проводится людям, которые состоят на диспансерном, на профилактическом учёте. Да, и здесь стационарное лечение, оно бесплатно. Проведение запретительных методик, оно по цене очень доступно, раз мы государственные учреждения, но, в принципе, я говорю, не вызывает вопросов по, так сказать, стоимости. Это тоже возможно проведение. Но, повторяю, не всегда это панацея. Ну, а если близкий нам человек сейчас, допустим, пытается завязать с алкоголем, проходит программу, либо лечение, как мы, как родные люди, можем его поддержать? Какую поддержку оказать? На самом деле это очень важно, чтобы поддержали те люди, которые находятся рядом, близкие, родные. Ну, как ни странно это звучит, зачастую у нас жёны активно, настаивая на лечении своего мужа, продолжают сами алкоголизироваться в выходные, провоцировать его своим внешним видом, значит, пьяными разборками, какими-то развязанными разговорами. Всё это будет, естественно, провоцировать на срыв. И потом, очень часто алкоголь является катализатором семейных проблем. То есть, да, это, само собой, будет влиять на семейную жизнь, на отношения, но есть какие-то другие проблемы, и эти проблемы надо обязательно сесть редком. Да, обсудить это, поговорить на эти темы, да, вот эти точки соприкосновения, их найти, и дальше всё очень просто. В трезвости человек должен жить и получать удовольствие от трезвого образа жизни. Это должна быть именно гармония во всём, гармония в себе, с близкими и родными. Они должны понимать своего больного, да, допустим, супруга. Они должны ему помогать морально, поддерживать. И относиться к этому, на самом деле, очень серьёзно. Почему? Потому что это не вредная привычка. Это зависимость, это психическое заболевание. Да, большое спасибо вам, Оксана Николаевна. За эту беседу. Да. Ну, а мы продолжим общаться о трезвости и трезвом образе жизни во второй часть программы. Вы знали, что в Тюмени есть сообщество анонимных алкоголиков, я... Чем они занимаются на встречах и как помогают отказаться от спиртного, узнаем после небольшой паузы. Субтитры подогнал «Симон»!